Более 10 тысяч волонтеров в настоящее время работают в Краснодарском крае. Именно они активно участвуют в оказании помощи людям во время пандемии коронавируса. И далеко не случайно сегодня волонтерское движение «Кубань» можно считать сильнейшим в России. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил об этом на встрече с представителями добровольческих организаций и общественных объединений. О работе славянских волонтеров мы расскажем в нашем следующем репортаже. Пожилым людям не зря рекомендовано оставаться дома и даже по возможности избегать походов в магазины. Это продиктовано заботой о сохранении их здоровья. Но славянцам в возрасте, которые попали в группу риска и в условиях самоизоляции, как в любое другое время, нужны продукты питания. По зову сердца на помощь славянским пенсионерам пришли волонтеры. При районном управлении по делам молодежи создан оперативный штаб проекта «Мы вместе». Добровольцы усердно работают и в городе, и в сельских поселениях. Карантин стал для них испытанием на неравнодушие, которое они с честью выдержали. Люди нуждаются в поддержке, особенно после такого длительного периода самоизоляции. И сейчас ребята активно занимаются формированием продуктовых наборов, развозят продуктовые наборы. Наша идея по созданию автоволонтерства тоже нашла свое место, свою нишу, и это очень хорошо. Все инициативы, новые идеи по активизации волонтерской деятельности находят поддержку со стороны главы Славянского района Романа Сенеговского. Это помогает добровольцам в расширении географии их работы. Все больше славянцев получают своевременную помощь. Наша волонтерская работа, не только нашего района, во всем крае, отмечена губернатором нашей Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым. Он лично благодарил всех, кто задействован в волонтерской деятельности, все, кто организует работу, все, кто непосредственно работает в этом направлении. Акция «Мы вместе» реализуется на территории всей Российской Федерации. У нас на Кубани мы активно вместе с ребятами занимаемся реализацией этого проекта. Наши волонтеры – это взрослые, состоявшиеся люди, молодежь от 20 и без ограничений в возрасте. Сотрудники молодежки принимают заявки с горячей линии регионального штаба. Затем они распределяют их среди добровольцев, которые стараются оперативно их исполнять. Волонтеры прошли обучение, получили сертификаты, дающие им право выполнять эту работу. Они ответственно и с радостью доставляют продукты пенсионерам. Хочется помочь, хочется как-то приободрить людей, чтобы они не чувствовали себя одинокими. И мы же не только привозим продукты, но и обязательно говорим теплые слова, желаем здоровья. И очень многие рады, что есть с кем пообщаться. Когда мы приезжаем, люди очень благодарны, для них это поддержка и помощь. Пожилые славянцы получают продукты по индивидуальным заказам, которые оплачивают заказчики, а также бесплатные продуктовые наборы за счет благотворителей. В любом случае, эта поддержка для них как нельзя более кстати. За время карантина славянские волонтеры сформировали и доставили жителям 163 продуктовых набора от спонсоров и 131 от Общероссийского народного фронта. Кроме того, помогая Управлению социальной защиты населения, они привезли на дом к славянцам 327 продуктовых наборов от сети «Магнит». Руководитель детского досугово-развлекательного центра «Царство государства» Сергей Курило со своей женой Нелли в это непростое время тоже решили стать волонтерами. Они не только доставляют продукты, но и активно участвуют в оказании транспортных услуг, помогают людям добраться до места проживания в лечебные учреждения. Решили помогать пожилому населению, населению, которое нуждается в этой помощи. Доставка продуктовых наборов, фасовка продуктовых наборов, но это больше женская работа. Вот супруга моя занимается, девочки занимаются, автоволонтеры. Это уже отдельное направление. Мы забираем с ЖД вокзалов, с аэропортов, доставляем домой курсантов, возим в онкоцентры в Крымск, в Краснодар, то есть тех, кто нуждается действительно в этой помощи. Карантин стал настоящей проверкой на человечность. Эту проверку славянские волонтеры с честью выдержали. В ближайшее время, хотя карантинные меры будут ослаблены, работы у волонтеров меньше не станет. Их помощь еще долго будет нужна славянцам. Добровольцы это хорошо знают и готовы продолжить свою важную работу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».